Приветствую всех любителей шахмат. В данном ролике мы рассмотрим невероятную фантастическую пятую партию четвертьфинального матча претендентов Ефим Геллер-Василий Смыслов, который состоялся в 1965 году. В этом матче Ефим Петрович растращил своего именитого соперника седьмого чемпиона мира в сухую со счетом 3-0, не проиграв ни единой партии. Ну и давайте посмотрим, что же случилось в этой конкретной пятой партии. Ефим Геллер играл белыми и пошел в D4. Черный отвечает развитием коня и на доске возникает защита Грюнфельда. Гипермодернистское построение. Черный уступает белым центр, но взамен организует на данный центр фигурное давление. Слон выходит на большую дорогу. Геллер также развивает слона прицеливаясь к пункту F7. Черный подрывает центр, нажимая на пешку D4. Следует продолжение конь Е2. Конь выходит именно на Е2, чтобы не попадать под возможную связку в случае развития на поле F3. А так после хода конь Е2 следует трокировка обеспечения безопасности короля. Василий Васильевич усиливает давление на центральную пешку D4. Здесь, конечно же, брать на C5 плохо, поскольку черный вбросит ферзя на А5, отыграет постепенно пешку и получит явно лучше пешечную структуру. Поэтому Ефим Геллер в партии укрепляет пешку ходом слон Е3, завершая развитие легких фигур. Черный пошли ферзь C7, присматриваясь к слону, угрожая всякими комбинациями, типа взятие на D4, удар конем и дальше забрали слона на C4. Поэтому Геллер косвенно защищает слона и уводит ладью из-под рентгена чернопольника. Смыслов играет ладья D8, еще один рентгенчик, но теперь уже против белой королевы. Двумя последними ходами начинается оригинальный план контратаки, конечная цель которой блокада пешечного центра белых. Попутно черный усиливает нажим на пункт D4, хотят закончить развитие, а наступление F2-F4 готовы встретить ходом F5, написал в комментариях Ефим Геллер. Между тем бросается в глаза ослабление королевского фланга черных главным образом пункта F7. Поэтому Петрович запускает пешку F, хочет пойти F5, вскрыть лению и подобраться к этому пункту. Черный играет здесь E6. Геллер делает профилактический ход король H1 на случай всевозможных шахов и вскрытия центра. Василий Смыслов решает проблему с развитием белопольного слона. И бравый пехотинец бросается на амбразуру. Если в этой позиции черный забирает пешкой на поле F5, то белый нападает на ладью, дальше пробивает на F5 и развивает грозную атаку на королевском фланге. В этой конкретной позиции заслуживал внимание ход коней E5, как раз используя вертикальную связку и нападая на слона, сбивая его с атакующей позиции. В случае отхода на поле B3 черный играет C4, дальше пробивает на F5, внедряет коня на поле D3. Но если брать здесь на поле D3, тогда черный в конце варианта пробивает на F5 и получает отличную позицию. А в случае предварительного размена на G6 и последующего выигрыша пешки, черный получает великолепную компенсацию, преимущество двух слонов в открытой позиции и возможность нажима на висячие пешки белых. Но вместо этого варианта в партии Василий Васильевич допускает первую серьезную ошибку. Он нападает на слона сбоку, слон переходит на поле D3, черный забирает на F5 и после размена фианкетирует слона на большую диагональ. Белый сдваивается для того, чтобы прощупать слабые черные поля, в идеале разменять защитника этих слабостей, а также налаживает взаимодействие ладей. Смыслов хочет огорчить подвисающие фигуры противника на вертикали, сыграет C4, сбивая защитника коня Е2, а дальше просто сдвоится по линии Е. Поэтому Геллер переводит коня на поле G3. Черный прицеливается к пункту G2, ферзь не сможет отлучиться со второй горизонтали из-за мата. На всякий случай Ефим Петрович защищает пешку ладей и в дальнейшем планирует сдваивание тяжелых фигур по вертикали и атаку слабого пункта F7. Черный продолжает атаковать центр, белый Геллер предлагает размен слонов, смыслов уклоняется от данного размена и после хода F4 создается угроза взятия на поле G6 с последующим матом на F7. Приходится как-то защищаться от данной угрозы, над черным королем начинают сгущаться тучи. Ясно, что попытка получить две фигуры за ладью ничем хорошим для черных не закончится, поскольку белые дадут шаг по восьмой горизонтали и черным придется отдать кучу фигур, но все равно получить матец. Так что в партии седьмой чемпион мира решил сыграть C4, но при этом стабилизируется пешечная структура, снимается нажим с пешкой D4, а конь на краю, как известно, позор на голову твою. По сути, черный теперь играет без фигуры. После отхода слона Василий Васильевич сдваивается по линии Е, угрожая стукнуть на поле Е4. Но Петрович жертвует фигуру ходом ладья F1. Ну что ж, дарованному коню в зубы не смотрят, Смыслов пробивает на поле Е4. Вроде бы создается угроза выигрыша ферзя, а на кося выкусить белый жертвует сильнейшую фигуру, правда брать ее нельзя, из-за мата на поле H7. В том случае, если черный забирает пешку на поле G6, защищаясь от мата, то белый пробивает на поле Е4, дальше бьют на F7 и после массовых разменов угрожает мат в один ход. И для того, чтобы защититься от этого мата, приходится расставаться с материалом. Слон F5, белый получает лишнее качество и абсолютно выигранную позицию. Ввиду этих вариантов, партии Василий Смыслов вынужден защищаться от угрозы мата иным способом. Он продвигает пешку вперед. Не успели черные очухаться от первого удара, как получает второй и еще одну жертву ферзя. И вновь брать на поле G5 нельзя, из-за хода ладья F8. И в конце варианта ладья матует черного монарха. Кроме того, создается угроза хода G7 с последующим ударом на H8, рождением нового ферзя и матом черному королю. Смыслов вынужден защищать как-то поле G7 и белый делает еще один профилактический ход, возвращая короля на G1. Для того, чтобы в конце всевозможных вариантов с ударом на поле F6, белые не получили линейный мат по первой горизонтали. Ферзя, как мы понимаем, по-прежнему брать нельзя из-за хода ладья F8. Смыслов попытался перекрыть линию G, поменять чернопольных слонов, но пропустил бэчью силу. И если черный принимает жертву качества, тогда белый пробивает ферзем, создавая угрозу мата в несколько ходов, а на удар на поле G6 они дают шаг дальше играть слон G5 с угрозой хода слоны F6 и также матом. Черный должен защищаться по шестой горизонтали, отдавать назад качество, но и белый получает решающую атаку на раскрытого черного короля. Шаг ничего не дает, поскольку король переходит на F2 и здесь как раз и сказывается профилактический ход король G1. Нужно возвращать ладью на восьмую горизонталь, но здесь белый дает один шаг, второй шаг и матец. Поэтому в партии седьмой чемпион мира отказывается от взятия фигуры на поле F6 в пользу хода ладья G4 нападая на ферзя. Геллер пробивает наш 7 на отступление короля, меняя чернопольных слонов и жертвует в четвертый раз сильнейшую фигуру. В этой позиции на 31 ходу Василий Смыслов сдался. Оказывается, что у белых-то материальное преимущество, а в случае удара на G4 они объявляют шаг после размена, ставят нового ферзя и мат черному королю. Благодарность за наводку на эту великолепную партию я хочу выразить подписчику под ником Кинолет и Сериальное Пламя. Если же у Вас есть на примете какая-нибудь красивая партия, напишите об этом в комментариях. Ну а на сегодня все. Всем пока и до скорых встреч.